Перекричать российское законодательство не удастся. Несколько жителей деревянных и аварийных домов вышли на городскую площадь. В воскресенье там состоялся митинг. Отмечу, это уже не первый раз, когда ожидающие переселения из ветхого фонда пытаются таким образом решить свои жилищные проблемы вне очереди. С теми, кто считает свое право на квартиры в капитальных домах приоритетным, встретилась наша съемочная группа. На городской площади небольшая группа людей. Плакаты, мегафон для усиления голоса – все как положено. Видно, пришли пошуметь, поэтому заводятся с полоборота после первого вопроса корреспондента. Когда аварийное жилье нового Уренгоя начало активно расселяться, в нем оказалось немало людей, которые не сумели подтвердить законность своего проживания, но получить капитальное жилье хотели не меньше, чем те, кто по многу лет дожидался своей очереди. Сегодня квартирный вопрос по-прежнему лидирует в числе обращений в администрацию города. Если брать мой личный прием, это порядка 10 семей приходят по проблемам, по своим, да, и, ну, будем говорить, 10 процентов, допустим, то люди с настоящей проблемой приходят, у которых действительно жизнь поставила в угол, и есть все законы основания давать. То есть мы стараемся идти навстречу в настоящее время по мере своих возможностей и в рамках законодательства. Ярким примером можно считать оперативное решение, принятое главой по жилищному вопросу Елены Жуковой. Дом, в котором она жила с семьей, сгорел 22 декабря. Им предоставили жилье в маневренном фонде. Что же касается тех, кто ходит на протесты, как на работу, в администрации города лично знакомы с каждым и не по разу изучали их документы. Однако для того, чтобы решить их же личный вопрос, необходимо встречное желание самих жалобщиков, а его нередко вовсе нет. Люди, которые имели возможность, не правая, почему, возможность поучаствовать в одной из окружных программ, ну по так называемому шестому списку, там от пяти до семи семей. Причем я вам даже больше скажу, как бы, с каждой семьей мы работали индивидуально. Люди приходили сюда на прием, говорили нам в глаза о том, что да, мы согласны переехать в Тюмень в готовое построенное жилье, которое округ передает людям в собственность. Приходили после этого через два дня и отказывались от переезда. Надежде Каштановой предлагают переселение в Тюмень, а она говорит о том, что ее выбрасывают на улицу. Как вы думаете, чего вы добьетесь, ну здесь стоя, например? Мы? Да. Правды. Вот это все отправим Путину, чтобы он знал, что с нами делает. И в 35 градусов заставили выйти. Это не просто, а мы пошли на митинг. Так вас не заставляли, вы же писали заявление добровольно. Да, добровольно. В 30 градусов, потому что мы будем на улице. И сегодня, и завтра. От таких подтасовок, искажения информации и искусственного нагнетания нездоровой атмосферы и решила отойти Ольга Кубышкина. Как отошла от них, они пытаются укусить, они пытаются обидеть, они пытаются сделать какую-нибудь гадость, сказать что-то, дезинформировать по городу людей. Вот и участники митинга, если их подольше послушать, сами рассказывают о себе занятные подробности, которые заставляют начать сомневаться в их бедственном положении. Жилье предоставляли мне, да, я ничего не говорю, но мне предоставляли ведомственное коммунальное общежитие, в котором я могла два дня прожить, а потом оттуда бы меня выпнули бы с детьми. Благодаря тому, что я еще добивалась, дочке добилась, себе добилась. Теперь сын остался со своими детьми бомжом. Не работать ничего нельзя. Как можно так жить? Родиться, прожить на севере, отслушить на севере и остаться бомжом. По какому закону Российской Федерации? В городском дворце культуры «Октябрь» сказочная атмосфера. Малейшая подробность не ускользнет от глаза опытного заведующего хозяйством. Свою работу Инна Владимировна любит, а вот домой, как правило, не спешит. Ожидает переселения из аварийного дома, в котором живет с 94-го года. Очередь должна вот-вот подойти. Я понимаю, что вот эти люди, которые вот ходят на митинги, что они судятся, они там, естественно, некоторые выигрывают суды, некоторые получают вперед на жилье. Это, конечно, обидно. Если мы прожили по 25 лет на севере, есть такие люди, которые приехали 5 лет пожили, за счет этих митингов, за счет этих судов выигрывают дела и получают вперед на жилье. Конечно, это обидно, но мы на это повлиять никак не можем. В 2014 году из аварийного фонда было расселено 369 семей. В 2015 планируется расселить 172 семьи. В следующем году 406 семей. В приоритетных интересах окружной и городской власти избавиться от ветхого жилья, создать людям достойные условия жизни. И это делается, хотя и требует существенных затрат. Многим из этих людей, которые страстно кричат о том, что власть на них не обращает внимания, не раз предлагали варианты решения жилищного вопроса. Но они отказываются. Безусловно, можно принять волевое решение и пойти на неисполнение тех решений судов, которые состоялись, закрыть глаза на те программы по переселению, которые существуют. В конце концов, закрыть глаза на Конституцию Российской Федерации, чего делать я никому не советую, и предоставить жилье этим жителям. Скажите мне тогда, пожалуйста, каким образом мы будем смотреть в глаза многодетным семьям и тем людям, кто приехал сюда в 70-е и 80-е годы, до сих пор живет в ветхом аварийном жилье и ждет своего переселения по программе. Тех, кто действительно находится в тяжелом социальном положении, без решения жилищного вопроса не оставят. Впрочем, многие митингующие стоят в очереди на переселение. Непонятно только, почему свое право на жилье они считают более предпочтительным, чем права тех, кто в этой очереди находится перед ними. Павел Прожогин, Надежда Печеркина, Артур Цвелюк, Николай Александров, Служба новостей, Импульс.